Продолжение следует... Давайте начнем так. Первый вопрос. Расскажите о движении «Наша земля», что это за движение и чем оно занимается. Это движение сформировано движением защиты Химкинского леса, школой наблюдателей, белой лентой. И вот совместными усилиями мы организовали движение «Наша земля». Наша цель – помогать таким же низовым группам, как движение защиты Химкинского леса, или движение в защиту Цаговского леса, или любого другого объекта, который является важным для людей, для того, чтобы помочь людям защищать свои права, свой вид из окна. Потому что мы считаем, что только люди, которые живут вот здесь на месте, они должны определять то, как будет выглядеть их земля. А не кто-то там в Кремле, где-то далеко, будет идти трасса через мой лес, или она пойдет как-то иначе, будет здесь у меня пестицидный заводик стоять и дымить, или он будет в каком-то другом месте, и это будет не пестицидный заводик, а заводик по производству космических кораблей. Это должны решать люди на местах. Как идет работа по координации экологических движений в России? Юрий Белов спрашивает у вас. Вы знаете, пока что это довольно хаотичный процесс. То есть сейчас мы пытаемся это как-то систематизировать. Происходит обычно как? Людям, которые столкнулись с произволом чиновников на местах, которым требуется помощь, они начинают изучать аналогичный опыт, они залезают в интернет, находят наши телефоны на сайте Экмру, например, связываются. Мы начинаем общаться, помогать, чем можем. В основном наша помощь заключается в том, что мы делимся своим опытом, своими площадками в интернете, делимся своими базами данных СМИ. И таким образом у нас происходит взаимодействие. Теперь вопрос такой неприятный для вас, наверное. Вопрос к Евгении Чириковой от Василия Крылова. Вы недавно получили премию Голдмана. Да. С чем я вас поздравляю. Спасибо. Безусловно. А вопрос такой. Вы в курсе аффилированности премии Голдмана со страховщиком аэрофлота компании «Виллис»? Ну, на самом деле я знаю про то, что никакой аффилированности нет. Фонд Голдмана уже 20 лет занимается экологическими премиями. Его еще называют «Зеленым Нобелем». Это очень престижная международная премия. Вместе со мной ее получали еще люди из пяти других стран, из Китая, Филиппина, Аргентина, Америки. И, честно говоря, когда я выясняла, что это за премия, то мне немножко рассказали про эту семью. Семья Голдман – это семья, которая не занимается какого-то рода политической деятельностью. Это семья, которая очень внимательна. Это такая вот семья, как у нас в свое время были, там, Третьякова, да, такие меценаты, у которых есть вот эта вот больная тема – экология. Вот примечательно, что они, кстати говоря, очень активно борются против проекта, лоббируемого Обамой, против бурения нефти в Америке. И, на самом деле, когда я выясняла, что у них за бизнес, у них бизнес – это бизнес-одежда, это Levi's, это джинсы. И всевозможные слухи, которые сейчас идут о том, что я получила, там, премию чуть ли не от C.R.U., это, конечно, бред полнейший. Вообще, знаете, это был интересный момент. Вместе со мной премию получал китаец Ма Джун. Очень хороший человек, он организовал целую систему в Китае, интернет-систему, по которой можно было посмотреть, какие выбросы делает та или иная фабрика, работающая в Китае. Оказывается, по законодательству Китая, каждая фабрика обязана публиковать эти данные. И вот он объединил все эти данные в одну большую систему. Но в том числе он обнаружил, что есть такие выбросы компании Levi's, которая принадлежает вот этой вот семье. И как это реагировали? И они дали ему премию и поменяли свою политику. Вот так. Да. Что ж, нам надо учиться у китайцев, наверное. Нам надо учиться вообще друг у друга, не только у китайцев, и у финипийцев. Филиппинские, например, падре, отец католической церкви, филиппинец, голодал две недели перед местным министерством природных ресурсов для того, чтобы не разрабатывали никель в его родной деревне, где он, собственно, работает священником. И это, мне кажется, хороший пример для наших священников, которые, вот я пока не знаю, чтобы какой-нибудь наш священник голодал, потому что хотят уничтожать его родную природу. Да. Так что еще неизвестно, у кого надо брать пример, там, у китайцев или у филиппинцев. А кенийская девушка, например, она смогла через сутки низкий выиграть и защитить свое любимое озеро Туркан. Может, у кенийцев стоит поучиться. Ну, в общем, да, хорошему нужно учиться. У всех, да, независимо от цвета кожи, веровосповедания и так далее. Не только плохому, понятно. Екатерина Баранова спрашивает у вас. Не секрет про гранты и денежные средства из различных фондов по развитию демократии, коих в США много. Куда идут эти средства? Не знаю. Я, честно говоря, человек в чем-то там счастливый, да, потому что мне не нужно выбивать эти гранты. Я пришла в общественную деятельность, будучи уже состоявшимся бизнесменом. У нас с мужем свой небольшой бизнес. Инженерная компания. Мы занимаемся вопросами электромагнитной совместимости. И, по сути, это инженерный консалтинг. Довольно сложный для нашей страны бизнес. И когда я решила плотно заниматься общественной деятельностью, то на тот момент у нас уже был семейный бизнес. Муж у меня сейчас спонсирует семью. Ну, а моя деятельность общественная, если мне нужны какие-то деньги на оплату сотовой связи, на оплату сайта, мы или берем эти деньги из Яндекс.Кошелька у нас на сайте, или мы сбрасываемся на члены движения. Ну, кто сколько может дать на ту или иную газету, например, или на печать листовок. Или какие-то вещи, например, для лагеря, или идут для лагеря. Люди просто сами приносят. То есть, какой-то специальных денег, мне, честно говоря, не совсем понятно даже, зачем они нужны и на что их тратить. Не шакайте. Я встречаюсь периодически с разными высокопоставленными лицами из разных посольств для того, чтобы заставить их принять уже скорее закон имени Магнитского, чтобы не экспортировать российскую коррупцию на западную землю. Как продвигается закон Магнитского? Марина Смелкова спрашивает. Вы знаете, вот буквально на прошлой неделе у меня было выступление в Конгрессе зеленых в Финляндии, и там я попросила правительства Финляндии принять те рекомендации, которые сейчас дал Европарламент. По сути, он рекомендовал, ну, как минимум двум европейским странам принять санкции по закону имени Магнитского. Вот я предложила Финляндии первой стать вот такой страной, которая приняла эти санкции. К сожалению, все проходит не так быстро, как хотелось бы, а закон Магнитского – это нормальный цивилизованный метод давления на коррупцию в России. И мне кажется, что Европа очень заинтересована в том, чтобы это было сделано. Почему? Ну, потому что есть пример живой. Компания Винси, французская компания, которая поддержала глобальный договор ООН, и при этом вместо того, чтобы давать нам новые технологии по проекту трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес, она выстраивает офшорную схему, по которой деньги по этому проекту идут через эту французскую компанию из России в офшор на Кипре-Ротенбергу, в другие офшоры, которых владельцев мы не знаем. Кто такой Ротенберг? Мы знаем Аркадий Ротенберг, близкий друг Владимира Владимировича Путина, его тренер по дзюдо. И это, конечно, большое безобразие, что французская компания, по сути, отмывает деньги для российских олигархов, приближенных к первым лицам нашего государства российского. Зачем это нужно Европе? Ну, по-моему, не нужно. Ну, ссориться не хотят, наверное. Может быть, денег очень хочется, может, с голоду умирают, не знаю. Но то, что это не нужно обычному человеку, европейцу, что ему не нужна вот эта вот коррумпированная система, ему не нужна такая компания Винси, это точно совершенно, потому что сейчас они опробуют это в России, потом они с этим вернутся к себе домой. — Еще вопрос по поводу вашего бизнеса и государства. Появилась информация о том, что вас, как совладельца компании инженерной вашей… — Владельца. — Да, владельца. Вы владелец, да. Прошу прощения. — Так вот, вас подозревают в неуплате налогов, и на днях к вам пытался вручить повестку какой-то гражданин, некто Василий. — Да, господин Васильев. — Прямо из Приволжья он приехал. — Да, вы знаете, с господином Васильевым следующая история. Господин Васильев всем говорит разные вещи. Мне он, например, говорит, что дело касается неуплаты налогов моей компании, а неуплаты налогов контрагентов, которые с нами работают. И я просто ему нужна как свидетель. При этом он зачем-то опрашивает моих соседей о том, как у меня там выстраиваются взаимоотношения с мужем, с детьми. Вообще вот это вот деятельность господина… — Повышенное внимание. — Повышенное внимание, оно какое-то не очень понятное и не очень естественное. Я предложила господину Васильеву повнимательнее отнестись к коррупционной схеме господина Ротенберга и не гоняться за мамами с детьми, потому что он меня подстерегал в подъезде и просто там кинулся на меня с дочерью. И, по сути, у нас произошла такая борьба перед дверью, потому что, естественно, закрываю дверь перед незнакомым мне мужчиной и говорю ему, мужчина, займитесь делом. Вы, по-моему, получали высшее образование и работаете следователями для того, чтобы потом тетенек с детишками в подъездах преследовать. — И что в итоге? — Ну, в итоге пока что он мне положил в почтовый ящик повестку. Мне, честно говоря, эта повестка абсолютно не нравится. Она сделана очень странно. — Мы же не расписались, а ее? — Нет, конечно. Там нет печати. И, собственно говоря, я считаю, что это недействительная повестка. Мои защитники тоже так считают. Господин Васильев уже один раз был в нашем офисе. Он пытался забрать все наши сервера вместе с методическими программами, вместе с нашими отчетами, вместе мы разрабатываем еще программное обеспечение для просчета ситуации с подстанцией вместо вот с этими программами. Зачем ему это все нужно? Непонятно. Вернее, понятно. То есть это такие гадости, которые сейчас творит наша система для того, чтобы помешать людям, занимающимся общественной деятельностью, чтобы показать, что вот вы занимаетесь чем-то не тем. — То есть это какой-то элемент преследования? — Это, конечно, элемент преследования, потому что, понимаете, сначала за мной бегают нашисты, потом НТВшники, потом следователи, и в результате я не могу жить нормальной жизнью. То есть я постоянно вынуждена оборачиваться, меня постоянно мои товарищи вынуждены встречать, провожать. Вот только что мы решили эту проблему с НТВшниками, не смогли они нарыть на меня компромат, а оставили в покое. Теперь этот следователь. Вот. И понятное дело, что это все не приносит спокойствия в мою личную жизнь и не делает там моих детей спокойнее и счастливее. То есть, по сути, это расправа надо мной и моими детьми. — Ну, вообще-то государство должно как-то интересоваться другими вещами, да? Социальными. — Безусловно. У нас достаточно... Понимаете, мне что обидно? У нас в Химках было три очень страшных нападения. Два человека стали глубокими инвалидами. Алексей Дмитриев, вот месяц назад на него было нападение, он вот-вот только оклемался. После больницы человек вышел, еще неважно себя чувствует. И вот вы знаете, что удивительное? Я на самом деле являюсь свидетелем по уголовному делу, по Михаилу Бикетову. Я сама бегала за следователем, просила меня допросить. Никто ко мне не приходил домой. Когда человека калечат, то почему-то это никому не интересно в нашей стране. — А почему как-то? — А я думаю, потому что, когда ты борешься против вот этой системы жуликов и воров, когда ты раскрываешь коррупционные схемы на уровне олигархов и первого лица государства, то твоя деятельность не очень нравится жуликовому ворову. — А дело Бикетова раскрыли, нет? — Дело Бикетова не раскрыли. Более того, был большой скандал, когда дело закрыли на том основании, что Михаил не может говорить, он изувечен. Следовательно, невозможно его опросить, значит, невозможно преступника найти. Я говорю, ну, вы знаете, очень интересная логика. Значит, если человека убили, то он же не может дать показания. Ну, не надо искать преступника. И с большим скандалом после нападения на Костю Фетисову удалось опять возобновить дело по Миши Бикетову. Ну, в основном, не там. Человек, заказавший его, продолжает оставаться у власти. — Вы считаете, что эти три дела как-то связаны между собой? — Естественно, эти все люди работали очень активно с коррупцией. Они работали... Это были активные защитники Химкинского леса. Они вообще занимались очень многими проблемами в Химках. И мне кажется, что это такой метод расправы. Почувствовали, что можно так расправляться с человеком, да, и никакого наказания нет. Продолжает он же Духи. Сергей Уфалеев спрашивает у вас. Битва за Химкинский лес фактически проиграна. Цаговский вырубается. На Алтае идет вырубка кедра. Какой смысл протестовать, когда бабло все равно побеждает? — Ну, во-первых, мы еще не проиграли. И эта информация, которая идет со всех средств массовой информации, что вот, уже все проиграно, она не соответствует действительности. — Или трасса-то строится. — Наиболее ценная часть Химкинского леса, Дубрава, стоит на месте. Трасса строится очень специфическим образом. Если вы приедете 28 числа в понедельник в 11 утра в Дубраву и пройдете с нами по маршруту трассы, то вы убедитесь, что так федеральные трассы не строят. Вот как они ее строят, это можно будет ее еще строить вот так вот лет 300. То есть лес уничтожен, но при этом каких-то серьезных работ мы не видим. — Строительство моста, которое ведется без моста, это невозможная эта дорога, через канал имени Москвы. Строительство моста ведется с нарушением там всех возможных технологий. И вот зимой было два смертельных случая, рабочие погибли, потому что очень низкие технологии используются. Ну и, собственно говоря, наша задача продолжать. Сейчас мы, например, делаем все возможное для того, чтобы компания Винси вышла из этого проекта. Добиваемся общественных слушаний в Европарламенте по поводу участия французской компании в проекте «Где калечат людей». Я уже молчу про то, что нарушают там другие права человека, экологическое законодательство нарушается. Но на самом деле, как с Саговским лесом, так и с Химкинским лесом — это наша земля. Да, вспомните 41-й год, 42-й, 43-й и так далее. Да, пёр немецкий гад. Ну что ж поделать, они же прут, что ж теперь руки опускать, и не бороться — это наша земля. Никто, кроме нас, не будет защищать её. И наша задача — объяснять другим людям, вовлекать их в эту борьбу, пояснять им, что вот сейчас уничтожат, другого не будет. То есть вы воспринимаете этих бизнесменов как оккупантов? Абсолютно. Как фашистов, оккупантов? И не бывает лёгкой борьбы. Это была бы очень интересная война, если бы она была очень лёгкая, и мы бы сразу победили. Всё-таки война уже идёт. А, война идёт, конечно. Вы знаете, когда калечат детей в Цаговском лесу, это война. Это не что-то другое. Когда хотят уничтожать природу Северного Кавказа под уникальный такой случай, северную, то есть эту зимнюю Олимпиаду в субтропиках, когда происходит уничтожение уникальной природы Байкала, когда происходит уничтожение озера Байкала, мы видим повсюду вот это хищническое жуткое отношение к нашей земле, как-то небережное. Вот хапнуть сейчас, а там хоть трава не расти, да, там будь что будет. Почему? Ну, потому что люди, которые принимают такие решения, не связывают себя, судьбу своих детей, своей семьи, с нашей Родиной. Они связывают свою судьбу с теми странами, где хранят свои деньги. Вот почему они так боятся законами Магнитского? Вот почему они боятся, что им визу не дадут и счёт там закроют? И дети их там учатся, а не здесь. И наша задача понять их, что нас обворовывают, что нас отнимают, что нас рассматривают просто как плацдарм для зарабатывания денег, и больше никак. Но кто любит свою Родину, тот должен её отстаивать, несмотря ни на что. Ну, это такие, да, похоже, что они приезжают сюда работать вахтовым методом. Да, а живут-то там. А живут там. Да. Душа там. Любовницы. Да, душа, душой они там. Вячеслав Егоров спрашивает, готовы ли вы участвовать в создании гражданских советов, которые на местах будут реально контролировать власть по восьмому федеральному закону и помогать гражданам решать их проблемы, а также доводить до сведения граждан информацию через СМИ и интернет? Что лично вы делаете для пробуждения регионов, которые пока не видят смысла в массовом протесте? И можно ли митингами в 100 тысяч человек добиться чего-то реального? Ну, очень хороший вопрос. Я считаю, что вообще пробуждение должно идти снизу, вверх. Сверху вниз у нас не будет никакого пробуждения. Сейчас мы озабочены во движении нашей земля, мы озабочены тем, чтобы помогать на местах инициативным группам, вот этим низовым движением. Их можно как угодно назвать, можно советами, можно группами, неважно. То есть это люди, которые объединились с целью контролировать свою землю, с целью контролировать процессы, которые происходят у них в регионе. Что мы делаем? Мы выезжаем в регионы, непосредственно вот постоянно ездим в Краснодарский край, Воронеж. Мы делимся опытом, как надо самоорганизовываться. Мы помогаем активистам, которые попали в беду. Например, Сурен Газарян, человек, который защищает свой край от дачи Ткачева, дачи Путина, дачи Гундяева. И вот ему сейчас грозит уголовный срок. Ну, непосредственно 28 числа я вылетаю к нему, чтобы 29 присутствовать на суде над Суреном Газаряном, где будет решаться вопрос о мере пресечения. То есть оставлять ли кандидата биологических наук на воле или запереть его в клетку. И, собственно говоря, я считаю, что такая деятельность по регионам, она очень важна, потому что, как к моему удивлению, когда я приезжаю в регионы, то я вижу, что люди-то абсолютно готовы. Они на самом деле готовы к тому, чтобы контролировать жизнь на местах. И вот этот миф, который мы везде слышим, что «Ой, да регион, они такие пассивные», да это миф, никакие они не пассивные, они абсолютно нормальные, просто надо немножко людям помочь, всё. Но ведь им же вбили в голову, как, собственно, очень многим людям, что от вас ничего не зависит, сидите, пейте пиво у телевизора, смотрите, у нас всё хорошо, Владимир Владимирович держит всё под контролем. Ну, на самом деле, понятное дело, что пропаганда, которая сейчас ведётся, она ведётся исключительно для того, чтобы легче было нас же обворовывать. Обворовывать легче человека глупого, недалёкого, а умного, пойди, обворуй. Поэтому регионы, они всё прекрасно понимают, люди, с которыми я там встречаюсь, умные люди. Хорошие, умные, активные люди. Откуда идёт этот миф, что они там какие-то пассивные? Это просто журналисты пассивные ленятся приехать лишний раз и сделать хороший репортаж. 12 июня пойдёте на марш миллионов? Пойду. Пойдёте. И последнее, вот вам написали, Евгения, передайте Евгении, чтобы она держалась и что её поддерживают и будут. А вся эта брехня про деньги – чушь собачья. Спасибо. Это вам, да. Спасибо вам большое, Евгения, за то, что вы пришли к нам в студию. Думаю, что не в последний раз. Да, я надеюсь, спасибо. Смотрите «Предвестник».